Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Познакомилась с мужчиной, ухаживал за мной, не скажу, что безумно влюбилась, но нравился. Уже подумывала, что нашла крепкую опору в жизни, отношения по сути только начинались. И вдруг, совершенно неожиданно, у него обнаружили заболевание серьезное. Сделали операцию, сейчас проходит лечение. Уже 6 месяцев на больничном. Далее инвалидность второй группы, работу придется бросить, так как нельзя на солнце быть и напрягаться. Я как могу поддерживаю, в финансах он себя обеспечивает сам, пока. Видимся редко, так как в больнице периодически, только по телефону. Говорит, что я единственный стимул лечиться, вопрос, как мне выйти из этих отношений. Я понимаю, что особо любви нет, финансово помочь не могу, начать новые отношения не могу. Как-то некрасиво вроде бросить человека в беде. Но не один у него взрослые сыновья и сестра. А как поговорить с мужчиной и разорвать отношения? Такой вопрос у нас возник. Смотрите, корень проблемы здесь заключается в том, что вы в мужчине ищите, точнее искали, опору. Крепкую опору. Что говорит о том, что вот сами вы себя чувствуете как-то не очень уверенно. Вот. Это первое. На что нужно обратить внимание. То есть да, мужчина может быть опорой. Это несомненно. Мужчина может быть опорой. Но он не обязан ее убить. А то, что вы воспринимаете человека так, то не в смысле того, что вам хочется. Допустим. Что это делать для него? К пример. А то, что вы... Воспринимаете человека... В том контексте. Что он моя опора. Это, конечно... Делает вас... Зависимым. От него. А это, на мой взгляд, нехорошо. Вот. То есть я повторюсь. Что может быть... Опорой. Мужчина. Но то, что вы... Ищите... Именно вот... Конкретно для себя опору. То есть и крепкую опору. Причем. Причем крепкую опору. Вот. Это, на мой взгляд, является серьезной проблемой. Дальше. Когда человек... Продемонстрировал вам... Что так же, как и вы... На вас опирается... Вот. То, ну вот, к сожалению, он отзеркалил вам... Вашу, получается... Собственную потребность. Потребность в опоре. И это вызвало ваше чувство вины. Потому что я-то хочу... Того же самого... Говорит вы... Вот. Мне-то нужно то же самое. И... Соответственно, если и есть... Что-то... Что мешает вам сейчас с человеком поговорить... То это, несомненно... Чувство вины. Вы говорите, некрасиво человека бросать... В беде. Да. Возможно. 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 Действительно некрасиво человека бросать в беде. Ну... Как мне видится... Вас... Никто не заставляет... Прям-таки уж... Бросать его в беде. Я думаю, что... Помогать... Чисто... По-дружески... Вы ему вполне... Могли бы. Именно... Именно... Именно по-дружески. Вот. Именно по-дружески. Вопрос только в том... Готовы... Готовы ли вы? Готов ли он... К этому? Вот. Такого ощущения у меня нет. Тем не менее, на что вам нужно обратить внимание, это на то, что... Коль вы говорите, что это некрасиво, на что вы опираетесь? Потому что... Ну... С вами... В общем-то, можно согласиться в том, что это действительно может быть... Некрасиво. С вами можно согласиться... Можно согласиться. Но... Если... Вы говорите, что это некрасиво... А сами... Отношения хотите завершить... То... Получается конфликт. И вот... На этот конфликт я и хотел бы, чтобы вы обратили внимание. Да? Вот. Связаны ли... Ваши... А... Ваше... Чувство... Вам что? Ваше чувство вины... С тем, что... Вы изначально хотели найти в человеке опору или это связано с тем, что вы не очень себе хорошо отдаёте отсчёт в том, на что опера говорите, что некрасиво, его бросать нужно выяснить ещё. То есть это ещё ситуация, требующая прояснения. На мой взгляд, на мой взгляд это ситуация, которая требует прояснения, но когда и если вы для себя это проясните, я думаю, что тогда вы и примете решение относительно того, как вам дальше поступать. Конечно, я соглашусь с вами в том, что возможно начинать новые отношения, ну, сейчас, когда человек находится в такой ситуации, было бы неправильно, ничего ему не так же говоря. Как, конечно, вы большая молодец, что не уходите молча, не уходите, что называется, по-английски. Вот, тут вы большая молодец. Но в то же время, есть вот, у вас трудность в том, чтобы признать, что чего-то, ну, что чего-то вы не хотите. То есть вот, трудность именно в том, чтобы признать, что, ну, что что-то не ваше, то есть вот, ну, не нравится вам то, что происходит. И это нормально. И на мой взгляд, как раз вот та история, когда вы в себе сомневаетесь, ну, вот, в определенном противоречии, скажем так, на мой взгляд, эта история вызывает у вас необходимость в опоре. Именно эта история вызывает у вас необходимость в опоре. Вот. Потому что самостоятельно вам в сложных ситуациях, видимо, принимать решение тяжело. Да, мужчина может вас не понять. Это правда. Может на вас обидеться, это правда. Может вас как-то молчать, обвинять или манипулировать вами. Такое, к сожалению, бывает. И наверняка вы знаете, как отреагируете на подобное. Вот. Понимаете, да? Вот. Вы пишите. Познакомилась с мужчиной, ухаживал за мной. Не скажи, чтобы ты именно влюбилась, но нравился. Тут вот есть такое ощущение, что вы больше внимания уделяете именно тому, что человек за вами ухаживал. Вот. То есть как-то вот не своим чувством, да, что я чувствую к человеку, и что я для него хочу, вы уделяете. Не на это обращаете внимание своё, а больше вы обращаете внимание именно вот на этот аспект, на аспект того, что он за вами ухаживал. Вот. Понимаете, да? В чём здесь момент. Ну, вот это конечно вам и всё вместе создаёт вот картинку той ситуации, в которой вы оказались, на мой взгляд. Ну и соответственно, соответственно, психолог может помочь вам с этим разобраться. Вот. Если вы хотите сперва, ну то есть поработать с чувством вины, ну вашим чувством вины, поработать. Вот. С уверенностью в себе поработать. А дальше уже можете решить, как вам поступать, в этой ситуации максимально для себя приемлемым способом, чтобы не было такого чувства, что вы себя предаёте. Предаёте. Вот. Да? То есть, чтобы не было такого ощущения, что вы делаете что-то через, ну через силу, да? что-то заставляете себя, например, делать. Вот. Но опять же, здесь многое зависит от того, готовы ли вы над собой работать. Готовы ли вы заниматься коррекцией. На этом всё. Я надеюсь, что вам мой ответ понравился. Я надеюсь, что это было интересно, надеюсь, что это было полезно для вас. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и буду благодарен вам за обрятную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу и сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!